Привет, друзья! С вами Зажигалочка. В этом фильме я показываю современный способ празднования латвийского праздника Иванова дня. Лиго и Яни – это традиционный латышский праздник, который проходит во время летнего солнцестояния. Обычно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых значимых и широко отмечаемых праздников Латвии. Он связан с древними языческими традициями и глубоко укоренен в латышском фольклоре и культурном наследии. Я приглашаю вас посетить оживленный фестиваль Лиго на озере Алаукст. Мы увидим современный способ празднования Лиго в Латвии и в то же время погрузимся глубоко в мистическое царство Иванова дня, языческого праздника, отмечаемого нашими древними предками-земледельцами. Во время Лиго люди собираются вместе, чтобы праздновать приход лета, разжигать костры, петь традиционные песни, танцевать и участвовать в различных обычаях и ритуалах. Это время радости, веселья и сильной связи с природой. Название Лиго происходит от латышского слова «лыйгот», что означает «качаться» или «танцевать». Оно отражает живой праздничный характер торжеств, когда люди часто берутся за руки и танцуют кругами вокруг костров. За мной вы видите приготовленный костер из больших бревен. Такой костер жгется в Иванову ночь. Обычно люди стараются поставить костер на самое высокое место, но мы находимся рядом с озером Алаукст, и тут, наверное, с целью безопасности этот костер находится в этом месте. Людей очень много, фестиваль проходит три дня с разными мероприятиями. Я вам обязательно покажу, как этот костер зажигается. Люди приезжают сюда на три дня с палатками, с детьми. Они устраивают кемпинги и не только празднуют, но и отдыхают. Этот праздник причудливо переплетается со священными культами земледелия, солнца и да, даже фаллоса. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Разные мероприятия проходят в течение дня в разных местах вокруг озера Алаукст. Давайте пойдем, я вам покажу. Девушки отдыхают. 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 энергетическим преимуществом, когда дело доходит до очищения, поэтому ищите их, когда это возможно. Лиго – это возможность для латышей почтить свою культурную самобытность, укрепить общественные связи и выразить свое восхищение красотой природы. Это заветная традиция, передающаяся из поколения в поколение, символизирующая единство латышского народа и его глубокую связь с корнями своих предков. Субтитры создавал DimaTorzok Латыши – отличные певцы. Давайте петь следующую песню вместе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мазай спринзи! Мазай спринзи! Мазай спринзи! И еще они большие патриоты своей страны. И, конечно, и во время этого праздника они поют также патриотические песни. Мазай спринзи! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ветспия Балга – живописный край, расположенный в самом сердце Латвии, известный своей природной красотой и богатым культурным наследием. Расположенный в историческом районе Витзема, Ветспия Балга предлагает спокойный отдых от шума и суеты городской жизни. Одной из примечательных достопримечательностей этого района является озеро Алаукс. Озеро Алаукс – потрясающее озеро, окруженное пышной зеленью и холмистой местностью. Его кристально чистые воды отражают красоту окружающего пейзажа, создавая завораживающее зрелище для посетителей. Площадь озера составляет около 4 квадратных километров, что делает его идеальным местом для различных видов отдыха, таких как катание на лодках, рыбалка и плавание. Спокойная и умиротворяющая атмосфера озера Алаукс делает его излюбленным местом для любителей природы и тех, кто ищет релаксации. В дополнение к своему природному очарованию, в Эцпе Балга также известна своим фестивалем Лейгуа. Лейгуа, также известный как Иванов день, солнцестояние, является важным праздником в латышской культуре. Он проходит 23 и 24 июня каждого года, что совпадает с самыми длинными днями в году. Во время праздника Лейгуа жители Вэцпе Балги и всей Латвии собираются вместе на озере Алаукс, чтобы почтить древние традиции и отпраздновать приход лета. Сочетание фестиваля Лейгуа и бессмятежной красоты озера Алаукс делает Вэцпе Балгу привлекательным местом как для местных жителей, так и для туристов. Желаете ли вы принять участие в веселых празденствах или просто отдохнуть на берегу озера, Вэцпе Балга предлагает незабываемые впечатления, воспевающие сущность латышских традиций. Это наше первое пиво сегодня. Два пива. Еще один довольно своеобразный ритуал – не спать в летнюю ночь. Как бы ни странно это ни звучало, это простое действие имеет огромное значение. Считается, что этот ритуал дарует бдительность и крепкое здоровье в наступающем году, помогает молодым сердцам найти любовь и даже способствует обильному урожаю. Легенда гласит, что в эту ночь можно встретить самого Бога, идущего по проселочным дорогам. Совершенно экстраординарный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, за нами прекраснейшее озеро Алауксц. Иванов день приближается, потому что до полночи осталось полчаса. Давайте посмотрим на забег мужчин. У нас есть забег мужчин без одежды. Древние латыши верили, что бег без одежды по полю в Иванов день принесет богатый урожай. Считалось, что это действие позволяет людям впитывать драгоценную летнюю росу, которая содержит магическую сущность окружающей травы. Говорили, что он улучшает здоровье, увеличивает красоту и приносит благословение. Разве не удивительно, как наши предки связывали силу природы с нашим благополучием? Ведущие уже объявляют начало забега. Плико скринь не венам ни разу. Папрекшу скринь авто у вицина вести, а вы не скринь авто урожайся, потому что вы не сможете скринать, потому что вы не сможете с целью. Плико скринь авто урожайся, ай-зиэк! И, наконец, мы подходим к самому интригующему из всех – поиску цветка папоротника или акту занятия любовью. Древние латыши считали, что посредством сексуальной активности можно использовать творческую силу природы, что приводит к общему увеличению природной энергии и плодородия. Латыши уверены, что эту ночь вы можете провести с кем пожелаете. Хотя это могло служить логическим оправданием определенных эротических свобод, оно символизировало связь между цветком папоротника и фаллическим культом, связанным с празднованием середины лета. Неудивительно, что и сегодня Иванов день считается самым подходящим временем для зачатия. Мик говорит, что он только что пролучил приглашение от одной девушки пойти за ней, но он решил остаться с женой. Завершая свой фильм, я желаю вам удачи в поисках цветка папоротника. Желаю вам найти вдохновение, плодородие и более глубокую связь с древней магией Иванова дня. Помните, что наши корни хранят в сокровищнице знаний и традиций, которые ждут, чтобы их открыли заново. До следующего раза примите очарование, которое лежит в нашей истории. Ваша зажигалочка